Ну-ка, давай, показывай, что ты там не снимала. Так, ну вот, смотри, это вот, это я тебя топила. Подожди, а вот это что? А вот это нас Коля чуть не утопил. Блин, вот знаешь, жаль, что такое видео снимаешь, а потом посмотришь один раз и все. Она у тебя лежит где-нибудь в галерее или еще где-нибудь, и ты про него просто забываешь. Слушай, ну почему забываешь? Можно же смонтировать и всегда смотреть, гостям показывать. Ты такая умная, конечно, нам это легко сделать, мы на телевидении работаем. А те, кто просто так все это снял, что им делать? А вот у меня как раз хорошая мысль. Сейчас я научу всех монтировать видео с помощью простого смартфона или компьютера. Сколько интересных и очень важных моментов в жизни мы снимаем на видео. Самые главные, веселые, увлекательные. Все хочется запечатлеть на долгую память. Надо брать, чтобы проколать уши. Однако чаще всего смотреть эти отдельные кусочки видео потом интересно лишь нам самим. А вот если красиво смонтировать видео первых шагов ребенка, например, это совсем другое дело. И молодая мама Аня это прекрасно понимает. К примеру, первые шаги, да, пока его уговоришь встать, пока он решит пойти и что-то там лишние слова попадают. И очень было бы удобно вот это все обрезать и только начать с шагов первых, например, или первые слова. И красивое видео очень удобно смотреть, потому что гостям неинтересно, как я его убалтывала. Однако для кого-то из нас видеосъемка это не только развлечение, но и часть работы. Нет, я не имею в виду операторов, видеоинженеров и вообще работников телевидения. Я имею в виду обычных людей. Например, Анна работает преподавателем танцев, и видеосъемка необходима ей по работе. Видео для танцевального коллектива это самое главное реклама. И нам легче один зал снять, станцевать, смонтировать из нескольких танцев. К примеру, видеорекламу в 3 минуты. И там может хоть 20 танцев. И очень удобно, даже возить не нужно, можно выложить YouTube и все. Реклама готова, если нравится, то рейтинги повышаются, там оставить телефон и работа есть. Однако реклама это еще не все. Есть еще один полезный момент. Когда я преподаю танцы, многим девочкам, к примеру, они не занимаются профессиональным танцем. У них там работа, экзамены. Они пропустили один урок, а за один урок мы можем очень много пройти движений. Мы снимаем друг друга, точнее девочки меня снимают. И я выкладываю к себе лично на страничку ВКонтакт и ссылку оставляю той девочке, которая пропустила занятие. И чтобы подготовить хорошее видео и для учениц, и для рекламы, его приходится конвертировать, ужимать и монтировать. Анна для монтажа в основном использует программу Windows Movie Maker. Самая простая – Movie Maker. Movie Maker. Movie Maker, да. Она для чайников и вот для человека, который не занимается специальным монтированием. Я за это деньги не получаю. И мне нужно очень просто, доступно, быстро. И самое главное – это удобно. И на всех компьютерах, ноутбуках, везде эта программа есть. В крайнем случае, можно скачать. Windows Movie Maker можно скачать в интернете абсолютно бесплатно. Однако понадобится это лишь владельцам седьмой и восьмой версии, в которых нет Windows Movie Maker в стандартном комплекте набора программ. Здесь все действительно легко и понятно. Открываем программу, создаем новый проект, Добавляем видео, Добавляем фото, Можно добавить музыку, как фон. Можно применить такие вот красивые эффекты, Переходы или вот такие интересные фильтры. Можно установить начало отрывка видео, И конец. Затем сохраняем и конвертируем. Это можно сделать в специальной программе Format Factory, например, Которую мы также заранее скачиваем с интернета. Также абсолютно бесплатно. Вот такая простая и интуитивно понятная программа Windows Movie Maker на русском языке. Если вы снимаете видео на смартфон или планшет, То хорошей программой для простого видеомонтажа является Magista. Она бесплатная как для iOS-устройств, так и для Android-девайсов. Достаточно снять видео или загрузить готовое, И программа сама выберет интересные моменты, Наложит эффекты и музыку, Которую вы предварительно выберете. Однако тут есть одна загвоздка. Сохранение видеоклипа на телефон, планшет или компьютер стоит денег, Но можно схитрить. Залить видео на YouTube через сам сервис, А уже с YouTube скачать, например, с помощью программы Save from Net. Для обладателей яблочных устройств от Apple компания также выпустила еще одну программу. Называется она iMovie. В отличие от Magista, она платная, Зато сохранять видео вы сможете бесплатно. И еще неизвестно, что выгоднее. Тут можно вырезать и склеить те кусочки видео, которые вам нужны, Наложить звук, различные эффекты, титры и многое другое. Программа на русском языке и стоит 5 долларов. Что самое интересное, аналогичных сервисов для Android-девайсов нет. Есть похожие, но все же с более скудным функционалом. Ну вот, видишь, оказывается, все так просто и легко. Слушай, если все так просто, все так легко, Тогда давай здесь и останемся. Нет, ну остаться здесь все равно не получится. Все-таки в офисе там кофе, зарплата, сюжеты, опять же, нужно снимать. Ну, в принципе, да. Давай тогда здесь еще искупаемся, ну, несколько раз, А потом уже поедем в офис. Поехали. Поехали.